Друзья, здравствуйте, дорогие мои! Я так давно мечтала приготовить чизкейк, у которого миллион названий. Жжёный чизкейк, Сан-Себастьян чизкейк, Бакский чизкейк, Испанский чизкейк. Обожаю просто его. В чём его отличие от классического чизкейка, которого мы с вами знаем и делаем? Во-первых, классический наш чизкейк делается... Мы создаём ему водяную баню, вот это вот все условия. Второй момент, самый яркий такой, он достаточно бледненький должен быть, а тут он жжёный, одноимённый, да? Он прям чёрный с чёрной корочкой сверху должен быть. И третье тоже очень очевидное различие, это у классического чизкейка есть песочная основа, которую мы делаем из битого печенья и сливочного масла, а здесь этого основания нету. Нет, как наша учительница по русскому языку и литературе говорила, слово нету, нету. Вот, и, друзья, какая у него консистенция? Безумно нежная, можно даже сказать, кремовая. Я уверена, что многие из вас видели в Инстаграм вот этот вот... такой кусочек чизкейка, когда его нутеллой поливают, и серединку этого чизкейка прям как кремовая ложечка, вы можете вот так вот собрать. Это очень вкусно. Я вам всегда говорю, что я небольшой любитель тортов сладкого, это действительно так, тем более вот эти вот там коржи-коржи, вот это для меня всё очень дико сладко, но чизкейк я обожаю, Алексей Анатольевич знает мою любовь, чашечка эспрессо и чизкейк, просто вот это фантастическое сочетание горького кофе и сливочного вот этого вот десерта. Давайте мы сейчас... я так вкусно про это рассказала, и давайте мы с вами сейчас это сделаем. Это делается очень просто. Это безумно популярный десерт в Европе, практически там в любой такой крутой кондитерской можно встретить этот десерт. Давайте мы с вами его научимся тоже готовить. Чем мы хуже крутых европейских кондитерских? Эти ингредиенты все те же, что и в классический чизкейк идут. Значит, соблюдаем по очередной закладке и замешивание, и самое главное, температурный режим. Выпекаем минуточку 240 градусов 30-35 минут. Поэтому первое, с чего мы начинаем, это включаем духовку. Я ее уже включила, чтобы она у меня успела набрать эту температуру, потому что сам замес очень быстро происходит. Все, ребят, приступаем. Так, король из всех ингредиентов, это, конечно же, творожный сливочный сыр. Берем сыр. У меня здесь Чудское озеро сыр, здесь ровно килограмм. Мне по рецепту нужно 950 грамм. Ну, лишний 50 грамм лишними не буду. Ничего страшного, кину все это. Потому что я знаю, что у нас всегда так, когда лишний продукт какой-то останется, 2 каких-нибудь грамма, Алеша всегда говорит, оставь, оставь на потом. Я оставляю, а потом это все портится. Поэтому лучше не оставлять. Докидывайте и разницы не почувствуете. Это мы сделали. Следующий момент. Мы добавляем сюда сахарный писточек. Все, сахар добавили. И ставим, мне насадка лопатой, ставим взбиваться. Сильно не вырубаем, просто чтобы замешать однородную такую мягкую массу. Все, ребята, посмотрите, как взбилось у нас. Такая вот мягкая сырная масса. Вот такая получилась. Добавляем сейчас сюда кукурузный крахмал. Кто-то использует муку, кто-то кукурузный крахмал. Не имеет значения, можете, в принципе, заменить. Так, сколько мне нужно? 42 грамма. А, еще, кстати говоря, много раз видела, что кукурузный крахмал или муку добавляют в сливки только потом сюда. Могут быть комочки. Поэтому лучше, так как этого мало, да, сухого ингредиента, поэтому лучше сюда в сыр. Сейчас шик-шик-шик, а потом все остальное. Все, друзья, запомните, никаких максимальных скоростей нам здесь вообще совершенно не нужно. Мы просто замешиваем. Если нет большого миксера, можно сделать ручным, можно сделать ручным венчиком, лопаточкой. Так, следующий этап. Добавляем яйца. Можете вбить сюда по одному яйца, или же, как я, в тарелочку чуть-чуть их вот так вот разбиваем и тоненькой струечкой наливаем. То есть будет такой у нас эффект, что мы по одному вводим яйца сюда. Все, все, что нам осталось ввести, это ванильный экстракт, лимонный сок и сливки 33%. Вводим, ребята, прям тут, а все заливаем, и все. Видимо, не так просто. Все. Отстыл? Да. Ой, вкусно! Лимонный сок. Все, ребята, мы все с вами замесили за несколько минуточек. И сейчас некая аустрофобия, это мне мешает. И сейчас момент, как мы это будем выпекать. Берем формочку. Я рецепт расписала на 24 сантиметра. Обычно я на видео всегда готовлю маленькое, вы знаете, да? Ну, это чтобы некуда девать, съедать все, чтобы не испортилось. Но тут я делаю 24 сантиметра на минуточку. Потому что я обожаю этот джизгейк. Вот почему. Ребята, и что делаем? Формочка обязательно должна быть у нас с дном. Она у меня с дном. Сюда я застелила пергамент. И сейчас я еще отрываю пергамент и буду его по кругу пускать. Потому что потом он просто вот со всей страстью у нас прилипнет к краям. И отдирать его оттуда не хочется, чтобы вот эта корочка сохранилась не на посудине у нас, да? А на самом торте. Поэтому берем пергамент. И можно чуть-чуть водичкой... А лучше, знаете, не водичкой я его смачиваю. Я его лучше даже донышко чуть-чуть вот так вот пальчиками сделаю растительным маслом. И края тоже растительным маслом смажу. И на это масло как раз наклею пергамент. И прям вот так вот. Вася Каси, как говорит мой племянник. Вася Каси. Вася Каси это значит розыкрашивать. А для нас Вася Каси это все. Так. И наклеиваю пергамент. Это была музыкальная пауза. Мы стали с тобой старые, неинтересные. Алюш мне всегда говорит, вспомни как раньше, говорит, в видео мы куражились. Ты вечно, говорит, пела, танцевала. А сейчас тоже мне превратилась в какую-то начальницу. Так, все. Идеально. Где тут масло болтается, отлично. Это гарантия того, что у нас чизкейк очень хорошо отсюда отойдет. Все. Наливаем. Видите, какая хорошая глянцевая консистенция. Все у нас тут однородненько перемешалось. И наливаем. Так. Обсестивно. Обсестивно. Интенсивно. Тут есть пузырики. Чуть-чуть. На полотенчик. И отбиваем. Немножечко слабенько так. Смотрите, чтобы ваша форма не развалилась. О, он у меня идеально по размеру, высоты формы. Просто он, короче, сначала сильно поднимается, но потом он оседает, и у него серединка прям вот такая вот будет. То есть вас это не должно пугать. Поэтому я сделала здесь высоко, как раз, чтобы он поднялся. Все, друзья, 240 градусов. Значит, ставим таймер на 30 минут. 30-35. Ну, предупреждаю, корочка должна быть черная у нас. Как Бородинский. А? Как Бородинский. Да, как Бородинский. Как вот этот момент, как мы доставали. Как доставали, кто где-то гулял. Так ты мне не сказал, ты не поздоровалась. Этот будильник, мой таймер, тричь на пире-пире-пире-пире-пире-нету. Я бегаю тут, и это, Алексей Анатольевич, и соизвольте снять. Короче, так просто красиво было. Я вытащила, и дым такой, шер-шер-шер. У меня что-то пожарная сигнализация не сработала. Смотрите, ребята, что должно быть? Черный, черный. Он должен быть вот такой. А серединка сырая. Это вот то, что в итоге даст нам креповую консистенцию. Видите, я трясу, здесь более-менее держится, а здесь прям сырое. Вот, посмотрите, вот здесь еще, когда начинают трясти, такая слегка дымовуха присутствует. Короче, супер. Вот, учитывайте, что от формы он поднимется еще на пару сантиметров где-то примерно. Потому что я залила полностью по форме, и вот два сантиметра. Я не люблю, когда этот чизкейк низкий бывает. Лучше взять поменьше формы, чтобы он в высоту шел. Тогда он более такой аппетитный получается. Иначе за это время он просто высушится, просушится весь внутри. Все, ребята, я это оставляю вот так вот при комнатной температуре. Пускай он полностью-полностью остынет. И уже только завтра, потому что мы сейчас уже уезжаем, и только завтра я его буду аккуратненько отсюда доставать и дегустировать. Как мне дождаться завтрашнего дня, я не знаю. Пахнет, знаете, а... Хотела сказать, знаете, чем этим... Как эти называются? Французская вот... Канель де Бардо. Канель де Бардо. Да, значит, обожаемые мной пирожные Канели де Бардо. Обожаю просто. Не все понимают этот вкус. Я когда так рассказываю иногда кому-то про них, потом где-нибудь куплю, найду, принесу, даю попробовать. Такие, ну и чё, как бы, ничего. Я не знаю, а я прям фанатею от них. И пахнет, а они тоже готовятся до черноты. И вот этот вот запах там, и вот сейчас я пекла, и прям пахнет моими канелями любимыми. Все, друзья, оставляем. Друзья, у нас наступил следующий день. Как я уже говорила, или не говорила, не помню, скажу еще раз, чизкейк пока был горячий, мы его оставили при комнатной температуре, чтобы он полностью остыл и свалили отсюда. И, значит, утром рано Света Леша пришел, засунула его в холодильник. Сейчас я его достала из холодильника, будем его нарезать и дегустировать. Тут вокруг уже собрались люди, которые говорят мне, давай есть, хотим чизкейк, давай торт, нарезай его скорее. Короче, я их как коршунов просто вот так вот отгоняю от торта. Я говорю, подождите, я не могу обгрызанный торт в кадр поставить. Тем более мои эмоции, они первые, должны быть, ну, такие искренние, да, какие-то, типа, вау, или, ой, ужас, какой кошмар. Ну, ладно, дай часки. Смотрите, ужас. Так, открываем формочку и, ребятки, аккуратненько сейчас оттуда все это достаем. Аккуратненько. Аккуратненько. Все в моем стиле. Так. Все, все, он мне пергамент прям даже как будто и не с самого края был. И все гуд, и все хорошо. Идеально, ребята! Классно, смотрите, какой он крутой. Смотрите вот сюда. Так, это лишнее. Смотрите, идеально! В итоге к нам заехал сейчас товарищ, мы, в общем, накормили человека. Тортик отрезали. Леша поел этот тортик. Кофе выпили. А все это время торт у меня вот здесь вот стоит. А свой кусок я так и не дегустировала, потому что мне нужно первые эмоции вам сказать. Если я с ними его поем, потом я не смогу искренне вот этот вот вах-вах свое делать. Так, то, что я отрезала. Я хочу вот эту загорелую корочку взять и варенье. Обожаю. Ребята! Чашечка эспрессо здесь прям обязательно нужна. Или сваренной в турочке. Вот эта корочка, она совершенно не горькая, она пикантная, нежнейшая. Это что-то невероятное. Я обожаю чизкейк. Сладость в меру. Все, как я люблю. Плюс еще, то, что вы можете всякими топпингами, как я сказала, поливать. Ребята, вы знаете, если я вот так ем... Обожаю. Это очень вкусно. Да. Так как я люблю чизкейк, у нас даже целая папка, по-моему, плейлистов есть на ютубе, которая называется чизкейк. Это тут красавчик, абсолютный фаворит. Вот забудьте все, что до этого мы готовили, и сделайте вот этот. Никаких паровых тебе баль. Ничего такого. Все, как я люблю. Все сгорело нафиг. Ну, в хорошем смысле. Засунул, готово. Перфекто. Все, друзья. Я сейчас хочу себе кофе в турке сварить. Сесть, чтобы меня никто не трогал, есть мой кусочек чизкейка и наслаждаться. А потом мы пойдем в парк кататься на самокатах. Все, ребят, я вас целую, обнимаю, обожаю. Все ссылочки будут внизу, в описании, в этом видео. Всего вам самого доброго, хорошего и прекрасного. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok